Здравствуйте! Снова с вами я, Лорей Дамбакулар, член Тувинского республиканского комитета КПРФ. Мы привыкли смотреть по федеральным каналам, что где-то там, далеко, в других регионах, силовики арестовали, поймали какого-то чиновника, начиная с муниципального уровня, заканчивая федеральными министрами. Мы в Туве настолько заняты насущными проблемами, что иногда не следим за новостями наших социальных сетей. Буквально на днях был задержан по подозрению в получении взятки руководитель одного из кожуных администраций нашей республики. Это о чем говорит? Ну, пока мы выводы не будем делать по отношению действия, бездействия данного руководителя. В этом разберутся следственные органы. А наша с вами задача задуматься над тем, что у нас происходит в республике. Несколько лет назад был задержан, осужден руководитель Улухемского кожуна, точнее, если сказать. Буквально несколько месяцев назад был задержан исполняющий обязанности Байтайгинского кожуна. Сейчас, Дзунхемчик, год назад акдо враг. Почему так? Почему у нас руководители позволяют себе такое отношение к своей работе, к служению народу? В конце-то концов, мы в Туве живем, народ сам по себе, власти сами по себе. Вы, наверное, помните, в предвыборных наших агитационных материалах мы всегда выступаем за прямые выборы руководителей. Исполнительные власти районов, городов нашей республики. Самая главная задача для того, чтобы народ выбирал того или иного руководителя сам на прямых выборах каждой территории, по нашему видению, это прямой контакт населения с руководством той или иной территории. Поэтому народу виднее, народ знает, кто какой, кто из себя, что представляет, какое отношение к людям, к работе, к собственной земле, к своей родине. Поэтому мы всегда выступали и будем выступать за прямые выборы руководителей районных администраций, мера города Козелла и руководителей администраций наших городов республики. Я думаю, что каждый житель нашей республики должен задуматься над этими проблемами. Ведь мы здесь живем, мы все контактируем с муниципальной властью в той или иной степени. Каждому человеку нужна какая-то справка, какая-то помощь. Каждый рано или поздно, по какой-то причине, все равно должен обратиться к исполнительной власти на территориях. Поэтому для того, чтобы руководители и их команда хорошо относилась к населению, вот поэтому и нужны прямые выборы руководителей. Мы будем следить за ситуацией по данному вопросу и также будем держать вас в курсе. Спасибо, что смотрели. До свидания.